здравствуйте друзья наверняка у многих возникала проблема когда в системе висят драйвера очень много драйверов которые не могут найти себе драйвер через обычные средства обновления драйверов windows наверняка многие с такой проблемой сталкивались и сейчас я помогу вам ее решить наверняка многих из вас здесь вот панели управления системе и безопасности диспетчере устройств встречались вот такие вот сообщения причем много где стоит знак восклицания или вопросика это значит что драйвер не найден то есть вот сейчас у меня сетевая карта на компьютере да и на нее нет драйвера то есть на процессор драйвер у меня установлен на сетевые адаптеры такие как вайфай установлена далее у меня установлен драйвера на звуковые карты на микрофон и и все остальное на жесткие диски на видео адаптеры но допустим у вас нет ни на видео адаптер не на микрофон и на что-то еще то есть хотя бы у вас есть если интернет сейчас мы рассмотрим способ когда у вас имеется интернет сети либо вы имеете возможность как-то подключиться к интернету сейчас мы рассмотрим такой вариант во втором уроке переходите по ссылочке сейчас вы видите ее на экране это второй урок для тех у кого нет интернета что мы можем сделать в этой ситуации вариант номер один нажимаем правую кнопку мышки свойства смотрим что драйвера у нас нет нажимаем еще справа кнопку мышки обновить драйвер автоматический поиск установленных драйверов windows найти драйвер не в состоянии жмем здесь правой кнопочкой обновить конфигурацию оборудования и видим что windows все равно не в состоянии обновить драйвера значит нам ничего не остается как воспользоваться сторонним приложением для обновления наших драйверов для этого переходим на эту страничку ссылочка будет под описанием программа называется драйвер booster free начинаем ее скачивать скачиваем ее дожидаемся пока она скачается и запускаем далее мы устанавливаем ее нашу систему способ работает для windows 7 windows 8 windows 10 здесь мы обязательно выбираем выборочная установка установить браузер амиго убираем эти галочки и вот эту галочку тоже чтобы нам в систему не устанавливались лишние программы которые нам абсолютно не нужны дожидаемся окончания установки ну вот мы нашу программку установили вот такой интерфейс у нее симпатичный запутаться здесь не просто можем выбрать тему кому-то интересно биллу установить вот такого плана давайте вернем как было то есть мне это больше всего нравится так идем настройки запускать вместе с операционной системой я думаю это вам пригодится свернуть в трей при закрытии программу пусть будет то есть вот она у нас будет вот здесь драйверы так автомат автосоздание точки восстановления перед установкой драйвера установите эту функцию обязательно если она у вас не установлена хотя по умолчанию она будет установлена автоматически удалять установленные инсталляторы драйверов то есть чтобы у вас хлам в компьютере не сохранялся эта программа сначала закачает драйвер а потом удалить установленный файл но драйвер останется до установки то есть эта функция про она у нас не будет присутствовать автоустанок а фоновом режиме ну чтоб всякие окна не всплывали чтобы вам не мешал ваш компьютер заниматься вашими повседневными делами которые вы там на нем делаете давайте оставим эту галочку проверка автосканирование при запуске программы то есть зачем это нам это нам не нужно проверять установленное время то есть вы можете еженедельно раз в неделю оставить и поддерживать драйвера в актуальном состоянии то есть программа сама будет это все делать но делать я вам это не советую у нас же цель обновиться один раз и больше этого не делать крайне мере в ближайшее время прямое подключение без прокси здесь ничего менять не рекомендую итак давайте просканируем нашу систему какие же драйвера нам нужно установить сейчас программа сканирует весь наш компьютер и выдаст нам полный список того что нам нужно в нашей системе поменять итак смотрите у нас очень много устаревших драйверов например для видеокарты у нас устаревший драйвер bluetooth у нас устаревший драйвер да практически все у нас устаревшее мы нажмем обновить все либо какой-то один драйвер мы обновим ну допустим вот этот вот нам продвинутые функции не нужны скажу сразу что обновление драйверов будет происходить медленно потому что версии бесплатной это искусственно урезано то есть скорость обновления урезана специально чтобы вы перешли на про версию но если вы никуда не торопитесь вам подойдет и бесплатная версия как мне например дожидаемся пока наш драйвер обновится а пока что найдем драйвер который отвечает за все равно установить этот драйвер выбираем здесь а пока что найдем наш драйвер который вот здесь вот у нас не высвечивается то есть что здесь у нас написано другие устройства интернет контроллер значит здесь мы должны его найти попытаться по крайней мере найти если он у нас списке присутствуют интернет контроллер пожалуйста отсутствующий драйвер так и подписано видите вот так вот отсутствующий драйвер так вот вам нужно его теперь обновить давайте нажмем обновить нажмем continue update и вот сейчас происходит наша установочка давайте пока выключим запись чтобы не занимать ваше время и так вот мы дождались установки нашего драйвера в итоге он здесь пропал из списка а здесь у нас есть списочек обновился теперь у нас установлен realtech family контроллер пожалуйста что нам и требовалось так что терзайте пользуйтесь только старайтесь делать это аккуратно обновление то есть без важной надобности лучше вам драйвера не обновлять например о чем говорится но о видеокарте да лучше сделать это не через эту программку а традиционным способом то есть зашли на сайт real AMD либо Nvidia там скачали драйвер обновили все как положено то здесь это делать я вам не рекомендую то есть если у вас крайне безвыходная ситуация вам или вам очень сильно лень это делать вручную то жмем вкладочку просто обновить все дожидаемся обновления и готово так это был первый способ второй способ заключается в использовании программы драйвер пак solution драйвер пак solution онлайн для тех у кого есть интернет значит чем отличается этот способ от этого способа фактически ничем смысл смысл так это у нас предыдущая так отменяем все драйвер пак solution вот она у нас ссылочка тоже будет под описанием фактически это клон программы драйвер бустер ничем они от нее не отличается но ориентирован он больше для русскоязычных пользователей как бы так у нас здесь появляется вот такой вот экран вот такой вот у нас меню печер устройств мы можем посмотреть прямо отсюда вызвать и посмотреть каких драйверов у нас нету программы и компоненты наши установлены в системе да можем просмотреть управление компьютером управление дисками сетевое подключение система то есть все 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 мы можем посмотреть здесь какой у нас экран какое у нас сейчас электропитание панель управления сразу отсюда вызвать без надобности заходить вот сюда то есть понятно да что позволяет делать эта программка и так установить автоматически жмем сейчас создается точка восстановления как видим процесс не быстрый займет какое-то время вам придется подождать сейчас я пока отключу нашу запись чтоб не занимать ваше время да хочу вот сразу предупредить что так как у нас программа русская то естественно у нас будет установлен Яндекс браузер причем без нашего ведома как бы без нашего разрешения этим и отличаются русские программы обычно они устанавливают софт независимо от того хотим мы этого или нет то есть придется затем если вам Яндекс браузер не нужен удалять его искусственно вот еще какая-то у нас программа установилась которая нам абсолютно не нужна но тем не менее она установилась и нам придется ее удалить то есть смотрите сколько ненужного хлама устанавливает в наш компьютер драйвер pack solution теперь вы поняли почему я начал именно с драйвер booster программы то есть там все предельно ясно там вы убрали галочки в начале и ничего лишнего вам установлено не будет то с этой программой все сложнее то есть вас лишают выбора и уроки которые по установке драйверов которые присутствуют в интернете они все рекомендуют устанавливать драйвер pack solution я же вам этого делать не рекомендую попробуйте сначала драйвер booster она отнимет у вас меньше нервов и не установит вам в систему кучу всяких программ ненужных вам так что вот так вот Продолжение следует...